Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Насколько эта привычка вошла в жизнь сибиряков, если реальные способы бросить курить вредны или нет популярные заменители никотина и, пожалуй, главное, уменьшилось ли число курящих после введения различных ограничений. Поговорим об этом с гостем нашей студии Ольгой Рубцовой, врачом-психиатром-наркологом Кемеровского областного наркологического диспансера. Ольга, заметили ли вы уменьшение числа тех, кто уже не курит, либо тех, кто, наоборот, ограничивает себя в этой вредной привычке? После принятия антитабачного закона в России, собственно, число курильщиков особенно не сократилось. По статистическим данным, заметно лишь на несколько процентов сокращение числа курильщиков. Но изменилась сама структура потребления табака в России. То есть, большее число россиян употребляет никотин, все-таки в отведенных для этого специальных местах. Но пока о серьезном снижении численности говорить рано. А вот какая из мер, которые были приняты, на ваш взгляд, самая действенная? Строительство вот этих отдельных курилок, либо ограничение на работах, когда говорят, курить нельзя и все. Знаете, здесь все-таки самыми значительными являются две меры. Это повышение цен на сигареты и, собственно, создание отведенных для курения мест. По словам самих курильщиков. То есть, сами курильщики даже так говорят? Да, отмечают, что именно вот эти меры наиболее эффективны. А вот когда к вам приходит непосредственно пациент, он каким-то образом делится с вами? Вот, я бросил курить потому-то. Делятся, делятся. В основном, конечно, бросают употреблять никотин вследствие проблем со здоровьем. То есть, люди, у которых есть сопутствующие заболевания, артериальная гипертония или сахарный диабет, или проблемы с легкими, они охотнее отказываются от курения. Среди молодых людей и людей среднего возраста, конечно, заметно то, что они отказываются от употребления сигарет в пользу здорового образа жизни, поскольку все-таки это становится модней. А именно молодежи стало сейчас меньше курить? Молодежи стало определенно меньше курить по сравнению, ну вот хотя бы с 2000-ми, ну и, само собой, с 90-ми годами. Достаточно модным стали кальяны и вейпинг, да, вот с электронными сигаретами, в частности, вот с этими блоками, с какими-то ароматизаторами определенными. Сам не знаю, поэтому не могу точно сказать. Вот ходят практически везде. Вот это такая же вредная привычка, как и употребление никотина, или все-таки действительно, как вот, позиционируется, что никакого вреда нет? Это не менее вредная привычка, чем курение непосредственно сигарет. По каким причинам? Потому что в тех электронных испарителях, которые все-таки сертифицированы, никотин содержится примерно в том же самом количестве, как в обычной сигарете, ну либо ненамного меньше. Но масса подобных изделий не сертифицированы, они не проходят государственную регистрацию, поэтому, собственно, что внутри вот этих жидкостей, известно только производителям. Ну и даже продавцы могут не знать, да? Продавцы, как правило, не знают или скрывают правду. Но, опять же, когда мы приходим в аптеку, да, мы видим различные спреи, якобы никотиновые пластыри. Вот эти вещи, которые якобы должны быть сертифицированы, они все-таки в аптеках официальных продаются, да, они помогают или это больше все-таки такой психологический прием больше? Это средство никотинозаместительной терапии, оно, конечно, эффективно. Но я что хочу заметить, прием таких препаратов, будь то спреи, будь то пластыри, будь то жевательные резинки, без комплексного лечения табачной зависимости, конечно, оно не очень эффективно. Важный момент, комплексное лечение табачной зависимости, то есть все-таки оно существует? Конечно, да, на базе нашего кемеровского наркологического диспансера мы проводим лечение табачной зависимости, вот, лечение у нас комплексное, используется обязательная медикаментозная поддержка пациентов и психотерапия, и, собственно, ну, никотинозаместительная терапия. По вашей статистике, сколько человек, обратившись к вам, да, которые хотят бросить курить, сколько действительно не курят? И вообще, возможно ли это? Говорят, все-таки это больше психологическая привычка. Собственно, что я могу сказать? Еще слишком рано, чтобы конкретно говорить у этих людей о полном отказе от курения, потому что по официальным данным считается, что отказ от табака в течение года еще не считается за полноценную ремиссию. Из обратившихся к нам пациентов, ну, порядка 40% около года сигареты не употребляют. Ну, а о том, как бросить курить и работают ли те ограничения, которые были введены на территории страны по поводу табакокурения, сегодня мы поговорили с гостем нашей студии Ольгой Рубцовой, врачом, психиатром, наркологом Кемеровского областного наркологического диспансера. Субтитры создавал DimaTorzok